Давненько не показывал свою тренировку В связи с разоблачением декуля Вот, что вот, так-то и так-то Я показываю, на что я там способен Как я сейчас тренируюсь В своем возрасте, 65 лет, запомню А началось все много лет назад Примерно лет в 14 я впервые узнаю об атлетизме И вот этот мир красоты и здоровья Мне так западает в душу Что я, знаете, отдаюсь этому делу целиком Начинаю там качаться Естественно, ищу кумиров Вот и один из кумиров силы Именно силы Это был Пол Андерсон Вот я на него равнялся Человек необычайно Огромной силы Сам огромный Вот я на него равнялся Как же он достиг этого Ага, узнал, что он там Молоко пьет Литрами И я давай молоко литрами пить Что касается, значит Фигуры То сначала Мне попали Фотографии там Стива Рьюса Тем более я впервые с ним Фильм посмотрел Подвиги Геракла Это как-то меня Тоже сбударяжило Ух, какой дядь кому это Потом, естественно, дальше Пришли другие Атлеты Красивыми, пропорциональными Развитыми телами Как мне хотелось быть на них Похожими На Ларри Скотта Рега Парка Потом, конечно, все заслонил Шварценеггер Далее у меня пошла Жилатлетика Штанга Вот тут-то я Начал заниматься Лично знаком Со многими Атлетами Выдающимися Атлетами Прошлого Давидом Ригертом Василием Алексеевым Я так пока видел Тогда еще пацаном был Ну и другими И вот что хочу сказать Вот я равнялся На Пола Андерсена Естественно И его силовых результатов Я и близко не подошел А вот интересно Что касается тяжелой атлетики То тогда техника Была примитивная А теперь она стала Намного более эффективней И я, что касается Именно рывка и толчка Я поднял Так же, как он Даже где-то и побольше Лучший результат в рывке С 160 Толчки в 197,5 202 на грудь брал Думал, ну сейчас толкну Натолкнул вперед Потом думал, еще толкну Так, мне хотелось 200 кг толкнуть А знал, что мог Толкнуть Если бы я На соревнованиях Вместо После 190 Пошел на 200 И с допалом Сил я бы Зафигачил Тренер говорит Нет, давай Мол 197 Что я легко Зафигачил А потом на 202 А вот на 202 Что-то у меня уже Как бы сказать Пылу не хватило Ну, не удалось Ладно Вот, вот такие результаты Значит, вот где-то с 15 лет С 14 с чем-то На 15-м году Я Вот этим делом Всем увлекся Занимался Читал журналы Натягал разных Железяк Домой Потом в спортзал Пошел Стал же Тяжелой атлетикой Ну и В армии я выполнил Норму мастера спорта В спортроте Понял Понял Как надо заниматься Когда был У меня такой Тяжелый случай Там Сделали мне аппендицит И меня Часть Отправляли И вот надо было До части Показать Результат И вот Этот результат Если в августе Сделали Я значит примерно В сентябре еще не занимался Где-то Октябрь Ну после аппендицита Октябрь Ноябрь И декабрь Уже где-то 24 декабря То есть мне понадобилось Три месяца Чтобы с первого разряда Стать Мастером спорта И вот я этому делу Конечно Посвятил Много-много Времени Были конечно Перерывы Я не все время занимался Были перерывы Потом я опять возвращался Занимался Различными Вещами Вот сейчас Вы видите Меня Это я На пике Своей так сказать Физической мощи 117 кг вес Соответствующие Результаты Были такие Дядька был Очень здоровый Очень здоровый Крепкий И для обыкновенного человека Сильный 80 кг Одной рукой Рвал Делать нехленно Потом Когда я всем этим делом Прекратил Был такой период Навалились Разного рода болячки Начал искать Как из них Выходить Увлекся Вот главное Чтоб человек увлекался Увлекся Я здоровым образом жизни Начал изучать Различные методы Оздоровления В том числе Голодание Отголодал 40 суток Вот видите Какой я стал Далее Я там занимался Сыроедением Всеми такими вещами Придерживался Видите Какой я стройняшка стал Ни холод Ни жара Мне не были страшны Вес где-то Килограмма Где-то 82-83 Гибкость Немножко Йогой увлекался То есть Вот такой вот У меня Путь был Ну естественно Далее Тут и Книжные дела Требовали огромного количества времени Требовало Дальше Потом И Телевидение Когда Так Судьба распорядилась Что Я на него попал Для себя Неожиданно Вот И потом Когда все это Закончилось Я чувствую Вес как-то мой Начал Потихонечку Набираться Пожилом возрасте Ну я думаю Че он будет так Набираться Хоть я как-то Его направлю И вот я возобновил Опять свои занятия Чтобы вес направить В нужное русло Так Как-то знаете Юность вспомнилась Покачаться Покачаться я всегда любил Вот знаете Это действительно Должна быть какая-то Любовь К поднятию тяжести Если ее нету Это значит Это не ваше дело Должна быть какая-то Тяга В виде Любви Вы вот как-то Горите этим делом Ну вот Вспомнилась вся эта Мне юность Начал заниматься Это где-то Мне было Сейчас я вам скажу Было уже после После Это уже 2014 год пошел 2014 год Вот это Я стал Как бы сказать Более-менее регулярно Заниматься И что тут вышло И тут вышло Знаете Не то что Какие-то травмы У меня были Раньше Они Более-менее Все как-то прошли А вот именно Какое-то Вот это Тарческий Пожилое Недомогание Вот я ощутил Дыхание Возраст Которое Сказывается На теле Человека На его Возможностях Вот так я Остался Таким же Парнишкой Как я и был Вначале Ну Мудрости Немножко Прибавилось Конечно Житейская А Что касается Вот Физических данных Тела Это начали болеть Суставы Спина И Один период Где-то Примерно 15-16 Годы Да и 17 Надо сказать Годы Очень тяжело Мне было Очень тяжело И больно Плечевые суставы Разболелись так Что я не мог Спать ночами Спина болела Ну Из-за моей В основном Глупости Там Занялся Так называемая Гравитационная Гимнастика И Гравитационной Гимнастикой Надо заниматься В специализированном Зале А у меня нет У меня так Сказать Я сделал Зал своими руками Для качания У меня таких весов Не было Там по 300 килограмм 500 700 Полторы тонны Две тонны Это нормальные Так называют Веса Вот таких весов Не было Я вместо Двух ног Давить Надо одновременно Я одной И я так Перекосил Там что-то У себя В позвоночнике В районе поясницы Что потом Я ходил Очень долго Очень болезненно Пал вверх Ногами Вот никакое положение Я не мог найти Чтобы мне не болело Любое положение Стоя сидя Лежа Болит Спина Болит Вот только вот Такое положение Ну потихонечку Из всего этого Выкарабкался Ну и Как бы хотелось Конечно Что-то Поднарастить Но Знаете Разум Умеренность Все-таки В моем возрасте Начали уже Перевешивать Над тем Чтобы там Накачаться И так далее Потому что Я знаю Да я был Накачанный Сильный 117 То есть лишним Килограмм вес Я сейчас Кстати вешу 104 килограмма Но у меня тогда Талия была Где-то 85 примерно То есть вес Совсем иной был Ноги Руки А живота Не было А сейчас В основном вес В животе Поэтому-то Особо не ощущается Но тем не менее Вот знал что Накачаться Можно Но потом Ты становишься Рабом Этого Это все Надо поддерживать А вот так Как-то Чтоб естественно Все это там Шло у тебя Вот я Это так сказать Путь избрал Продолжаю Для того чтобы Поддерживать себя И вот Я этим делами Занимаюсь Проверяю себя Насколько Так сказать У меня мощь Есть Это говорит о том Что я вообще Правильно развиваюсь Либо значит Какие-то там Травмы Или еще что-то Выладит Ну и Я травма Заметит Чтоб с каждым разом Там допустим У меня Все меньше Меньше Каких-либо Где-либо Вес 27,5 Килограм С таким весом Я еще никогда Не работал Ну попробуем Итак Вес 27,5 Килограм Для меня Это серьезно Очень Серьезно Отсветить на 5 Раз Это очень В этом видео Как раз Всю тренировку Я вам Выложил Я и рассказываю О том Что мне там удалось Приобрести За годы моего Занятия Тяжестями Ну что Приятного просмотра Конечно Видео длинное Ну кто хочет Что-то досконально Понять Тот будет смотреть А кто Так Сяк Можете Даже И не заходить Тренировка В основном Поддерживающая Не более того Потому что Уже связки Не те Что были раньше Естественная Сила Совсем не та Гормоны Так же Вот Поэтому Я вам Покажу Какие упражнения Я делаю Какие веса Можете поверить Мне на слово Первое упражнение Подъем на бицепсы Причем Упражнение Весьма Оригинальное Так как Если поднимать Стоя Нагрузка Идет на спину А спина Не совсем В порядке Поэтому Я предпочитаю Более Целенаправленно Давать Нагрузку Точно На Бицепсы Как и любому Парнишке Хотелось иметь Большие бицепсы Поэтому Помятуя об этом Начинаем Разминаться Нашкока Гриф Килограмм 7 Блины По 5 Итого 17 Килограмм И поехали Чистый подъем Это разминочные подходы Парнишке Парнишке Второй подход. Хорошо, теперь добавляем вес, сразу добавляем по 5 килограмм. Итого на штанге 27 килограмм. Отдых у меня такой, делаю кружочек по своему спортзальчику. Считаю этого достаточно и начинаю делать. Итого на штанге 25 килограмм. Как видите, работает только бицепс. Все остальное отдыхает. И это хорошо. Со временем от этого упражнения научитесь тянуть именно бицепсами. А не делать какие-то движения плечами, читинг, помогать, раскачкой тела. Будете тянуть именно бицепсом. И нагрузка пойдет именно туда. Это упражнение в свое время именно вот так вот делал Робби Робинсон. Можно сказать, видоизмененное упражнение Ларри Скотта. Итак, второй подходик такой промежуточный. Вот этот весь уже заставляет покачаться лично для меня. Добавляю еще 10 кг. Итого получается 37 килограмм. Отдохнуть чуть побольше. Главное, чтобы сердечко восстановилось. Поэтому дадим небольшой перерывчик себе. Чуть поболее. Главное, что он понимает. Вес вроде бы небольшой 37 килограмм Но ввиду того, что Делаются Изолированные Подъемы на бицепс Строго на бицепс Это уже довольно-таки большая нагрузка То есть важно в любом деле Это качество исполнения Чем качественнее Сделано движение Тем естественно от него будет Больше толк Как в плане Попадания в мышцу Именно в мышцу, ту которую ты хочешь развивать Так и у всех других Итак 37 Ну раз на 6 я думаю Заколбасить Фу Это уже силовая работа пошла Хорошо качает То что надо Отдохнем И еще подходик сделаем Хорошо качает Хорошо качает Я обычно По занятию с тяжестями Определяю Как у меня растет Жизненный потенциал Или не растет Или уменьшается То есть Больше тянешь Прогрессивно ты Растешь, растешь Значит все нормально Все в порядке А если Наоборот Результаты Снижаются Значит Твой жизненный потенциал Уменьшается К тому же Работа Силовая работа С весами Позволяет Подстегивать работу Гормональной системы То есть Это косвенно Влияет на Омоложение Организма В целом Именно Занятие С тяжестями Второй Подходит Вес 37 КГц Слегка Настраиваемся И Вперед Отлично Сделаем еще один подходик И это будет очень хорошо Очень хорошо будет Сделано Здесь я как раз проверяю Качество своих суставов Потому что Буквально таки Полгода Год назад У меня болели Локтевые суставы Плечевые суставы Позвоночник И было больно Делать упражнения Вот именно В локтях Когда шло напряжение В локтях В плечах Было больно Просто-напросто больно Естественно Я не мог Ни напрягаться Ни это Да, кстати Я сейчас еще Набавлю 10 кг Итого у нас будет 45 кг Я просто подавлю ее Там на раз А потом Передохну И сделаю Обычный подход На 37 кг Итак Вот это уже 47 кг Это уже солидный вес Ну вот это Как всем интересно Кто сколько там На бицепс тянет Возле там Стенки Возле стенки Также можно там Слегка слукавить Поддать там Тем или иным Образом А вот здесь Ты уже не слукавишь Будешь тянуть тем Что есть Итак Я просто определяю свой предел 47 кг Разок Потянет ли Пожилой атлет Этот вес Или нет Ну вот Вес этот Начал меня аж Утаскивать Ну тем не менее Локтевые суставчики Прекрасно выдержали Это очень хорошо Тихо Тихо Локтевые суставки Итак, теперь я делаю обычный подход на 37 кг, заключительный подход, и это будет хорошо. Да! Отлично! Отлично поработали! Теперь следующее упражнение. Так, как сделать, чтобы меньше засветка была, меньше засветка была, ну примерно вот так. Следующее упражнение. У меня продолжается работа на бицепсы и на плечи. Начинаю, как всегда, с разминки 8 кг и пошел на 15 раз. Продолжение следует... То есть в любом деле важна разминка. И чем больше возраст атлета, тем лучше должна быть разминка. Вот я никогда не поднимал вот эти такие большие веса на бицепс, как сейчас, причем чисто. Вот сразу же так чувствуется здесь, связочки поработали, так и побаливает. Так. 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 Второй разминочный подход. Второй разминочный подход. Второй разминочный подход. Вроде бы и размялся, вроде бы, но тем не менее это все-таки слишком много. И поэтому не полениться, а переставить блинчики на 12,5 килограмм. И плечи будут вас благодарить. То есть можно занятием с тяжестями свой организм ухантохать, связки надорвать и все это благополучно бросить. А мне, извините, что я все там на возраст упираю на эти 65 лет, но я начал заниматься с 15-летнего возраста. Вот этим всем делом. Вот, то есть у меня за плечами 50 лет. И чтобы выдержать эти 50 лет занятий, чтобы не разломаться, не разрывать связки, не получить еще какие-нибудь там увечья, Это уже надо иметь какую-то меру и разумность. И при этом еще более-менее прогрессировать. Я, конечно, не беру тот молодой возраст. С 15-ти до 25-ти лет, когда я был самый сильный, был. А вот, конечно, всегда. А что ты сейчас представляешь? Вот в чем вопрос. 12,5. Они так же легкие, как 8 килограмм. Но, тем не менее, приятно поднимать. И разомнем плечи. И именно вот такой проходящий вес, разминающий плечи и позволяющий уберечься от травм. А теперь можно и прибавить. Лень бывает разной. Например, вот такая лень. Вместо того, чтобы тщательно размяться. А добавляешь вес. А вот такие гантели. 17 килограмм с половиной. Не буду разбирать. И так подниму. И тут бывает разная ситуация. Бывает, что поднимется нормально. А бывает, что связки не разогреты. Какая-то микротравма. И вес трудуется поднимать неприятно. То есть, в суставе что-то побаливает. Вот у меня правый сустав все нормально прет. Как зверь. А где он в суставе? Там имеется... 21 число счастья. Там имеется уже высохшая связка. Которая... Сейчас я буду делать... Движение. Делать движение. Прислушаемся. Слышите? Щелк. 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 Это не щелкает. Вот этот хруст, хруст. Говорит о том, что связки высохли. А раз они высохли, Они потеряли свою эластичность. И могут в любой момент Без должной разминки Надорваться. Разорваться. И все. Вам становится больно. И уже тут не до занятий. Связки заживают Очень долго. Очень долго. И вы, скорее всего, Бросите заниматься. Вот такие-то дела. Итак, теперь Вес 17,5 килограммов. Вес了. Вес 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 пошел нормально Без всяких каких-то Неприятных ощущений Со стороны Связок левого плеча Спешить не надо Спешишь, людей насмешишь И себе навредишь Повторение Почему я делаю где-то 8 10 12 повторений Потому что Как раз вот эти повторения Они способствуют Лучшей прокачке мышц И наполнению Их кровью То есть Это такая Оздоровительно Развивающая Поддерживающая Работа для мышц Которая стимулирует Работу Всего организма в целом И подхлестывает Внимание Подхлестывает Эндокринную систему То есть Лучше И больше Вырабатывается Тестостерона Мужественность Вот что важно Такая небольшая Перерыв Для того, чтобы Восстановить в основном Дыхание Сердцебиение Тоже не надо себя Загонять Довольно-таки Частыми Такими подходами Потому что Можно действительно Загнать Что чаще всего Происходит Перенапряжение Сердца Проблемы Какие-то С сердцем Возникают А возникают Они По причине Перенапряжения Которое Возникает Что человек Не дал себе Полноценно Восстановиться Надо Полноценно Восстанавливаться И тогда Пойдет Фаза Суперкомпенсации Будут расти вес И сила Если этого Не сделать То мы Исчерпываем Резервы Жизненные Резервы В первую очередь И во вторую Это все Охражается На самом важном Органе Жизнедателе На нашем сердце И все Перенапряжение Сердца Второй подход Вес 17,5 кГц Посмотрите Как он заходит Резервы Сдвоенное упражнение позволяет Гармонично развивать силу мышц Особенно это там Для борьбы хорошо Сильные руки Да вообще сильные руки у мужчины Показатель его В какой-то мере показатель Мужественности Потому что мы смотрим в основном А как там бивни В порядке ли наши банки Они же бивни Они же пицухи И так далее и тому подобное Опять ходим, восстанавливаем дыхание Я нарочно не прерываю видео А снимаю его одним куском Чтобы те, которые хотят Как-то Более-менее досконально узнать Видели, сколько я отдыхаю Что примерно я делаю между подходами То есть вся тренировка Перед вашими глазами Вот это как раз будет где-то час Вот час Я и выложу Как это все происходит С моими пояснениями С непривычки это упражнение Будет очень трудным Потому что мы привыкли Либо сидя поднимать на бицепсе Все Либо сидя Жать гантели А когда мы все это соединяем Нагрузка Становится гораздо больше Нежели чем в два раза Но тем не менее Вы видите К ним можно привыкнуть Адаптироваться И будете делать Как ни в чем не бывало Далее Сейчас будет третий подход Почему я делаю Вот третий подход еще Для того, чтобы Дать достаточную нагрузку На руки и плечи То есть вот тех Два подхода С 8 килограммами Это просто разминочные Два подхода Один подход С 12 с половиной Это тоже промежуточный Разминочный был А вот сейчас пошла Основная работа И ее надо все-таки Проделать Не два подхода А хотя бы Три сделать Тогда будет Какой-то результат Плюс я еще Буду с большим весом делать Но вот этот Так сказать Рабочий результат Рабочий вес Я сделаю с этим весом Итак Третий подход Третий подход Вот Третий подход Это уже хорошая работа Теперь я подкатываю Гантели 20 килограммов веса И еще сделаю Там Один-два подхода Почему еще делаются Вот такие вот Подходы Ну будем говорить Со средними весами Именно они позволяют Хорошо прорабатывать Мышцы связки Давать нагрузку И при этом И при этом Что важно Не оказывать Большой нагрузки На связки Как это делают Большие веса Как это делают Большие веса И в итоге Их Не перенапрягают И не травмируют Потому что Сама тренировка Есть как бы Разрушение Мышц После которых Следует Фаза Супервосстановления Так вот Это вот Фаза Как разрушение Так и Супервосстановление Они должны Между собой Сочетаться И чтобы Дал Хорошую нагрузку Вы Также Хорошим Нормальным Продолжительным Достаточным Отдыхом Могли Способствовать Тому Что Это у вас Все Восстановится И вы Не придете К следующему Подъему К следующей Тренировке Со Слегка Травмированными Связками Мышцами Потому что Следующая Тренировка Только может Все это Условить А зачем нам надо Нам же надо Здоровье Нам же надо Прогресс Вот Поэтому Это очень важные Вещи Несоблюдение Которых Ведет Практически Всех Ведет Начиная От Новичков И кончая Именитыми Спортсменами К Перед Тренировком И Травмам Вроде Пошли 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 Прогрессируют Прогрессируют Увлекаются Забывают Этот момент И Потом Така Бац Травма И на этом Рост Спортивных Результатов А то Вообще Спортивная Деятельность В целом Заканчивается Итак 20 кг Гантелис То есть Я уже Как более Менее Подготовленный К этому Делу Даю Еще Больше Нагрузочку И опять Смотрите 17,5 И 20 То есть На 2,5 Вес Увеличился Ну и поехали И Еще Об одном Секрете Умение Тренироваться Чтобы Во время Тренировки У вас Было Такое Ощущение Что Вы Начали Заниматься И Вроде Устаете И У вас Уменьшается Сила Уменьшается Повторение И Также Пропадает Азарт К Занятиям Очень Хорошее Слово Азарт К Занятиям Вот А когда Вы правильно Занимаетесь Когда Вы правильно Настраиваетесь У вас Во время Тренировки Вы чувствуете Возникает Вот такое Чувство Как Азарт Желание Заниматься И Желание Поднимать Больше И больше И больше В каждом Подходе Или Прибавлять Веса Вот это Очень Правильная Вещь Это Уже Говорит О Классе Атлета Уклассе Атлета Теперь Еще Что Что Я бы Хотел Отметить Класс Атлеты Это Все Хорошо Но Важно Еще Знать Меру И Вовремя Остановиться Поэтому Я Вот Сейчас Могу Еще Котягарить Еще Так Подходов 5 Как Минимум Но Важно Остановиться Следующее У нас Упражнение Вот То Есть Должна Быть Внутренняя Мера Должны Быть Внутренние Тормоза И Разумность А Теперь Вот Этот Феномен О Котором Я Говорил Я Делаю Последний Подход То Есть Я Сделал Два Подхода На 8 Разминочные 12 С Половиной Разминочные Я Сделал Три Подхода На 17 Сделал Один Подход На 20 Это Смотрите 7 Подходов И Я Сейчас Буду Делать Восьмой Подход И Вот Знаете Можно Можно Рассказывать Вам Что Вот Я Там Обладаю Способностью Тренироваться Как я Вам Сказал Что От Подхода Подходу У Мне Только Сила Растет Азарт Растет Слова А Вот Это Вот Восьмой Подход Это Как Раз Для Пауэр Мафи Канала Я Даже Могу Это Видео Вам Отдать Чтоб Вы Себя Выставили Там Порезали Там Как Хотите Ну У Меня Там Будет Вот Чтобы Слова Не Расходили С Дела Что Вот Восьмой Подход А У Меня Азарт У Меня Сила У Меня Мощ У Меня Желание Тренироваться Это Очень Важная Весть То Человек За 50 Лет За 50 Лет Он Еще Азарт К Этому Делу Итак Азарт Или Не Азарт 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 Место Восьми Десять Я Словно Ветер Не Привык Бросать Далее У нас Идет Следующее Упражнение Отжимания На брусах Занимающиеся Это Индивидуумы И у каждого Человека Во время Любых Занятий Есть Свои Сильные Стороны Есть Слабые Стороны Это Наблюдается И Во время Занятий С тяжестями То есть Есть мышцы От природы Которые Хорошо Откликаются На нагрузку Которые Растут Которые Делаются Сильными А Есть Такие Упражнения Вот С которых Ты Не Можешь Как-то Проявить Свою Силу Ну Как говорится Но это Не твое Вот Что-то Не получается И все То есть Человек Может хорошо Там приседать И в то же время Плохо Жать Лежа И наоборот Прекрасно Жмет Лежа Приседает Плохо Так вот У меня Отжимание На брусьях Можно Сказать Такая Неудобная Вещь Для меня Кстати Прошу Обратить Внимание После После Моего Подхода Дыхание Сердцебиение Довольно-таки Быстро Пришли В норму Отз Nitка Отзыв Отзыв Заодно заострю ваше внимание, что делают отжимания на брусьях. Отжимания на брусьях растягивают вот этот горб у нас, вот этот вот грудной отдел позвоночника. Они хорошо его растягивают, если там имеются какие-то зажимы, ну, с возрастом там всего полным-полно, то это всё потихонечку растягивается, приходит в норму. Плюс я ещё дополнительно в активные суставы подготавливаю к жиму лёжа. Отжимаю я себя вот так вот, по-простому. Отлично. То есть, растяжение вот где-то в районе холки. Там очень часто у людей возникают проблемы. И вот такие, как бы сказать, отжимания, несколько упрощённые. Веду, так сказать, неудобства это упражнение для меня. И слабости соответствующих мышц, которые не могут полноценно делать. Я его делаю вот так вот. И сейчас я это делаю совершенно более легче, нежели раньше. Так что, хорошая вещь. Растягивание. Именно в горбе, вот в горбе растягиваются сразу позвонки, которые идут за шеей. Это очень большое дело. Далее. Так как я начал уже более-менее легко это всё делать. Сачковать не надо. Я утяжеляю это упражнение. Выполняю его с отягощением. На свой лат и манер. В гире 16 килограммчиков у меня. И вперёд. То есть, как бы два разминочных подхода. И далее пойдут два рабочих. Хорошо. С тяжестью сразу же чувствуется совершенно именная работа. На связки. Нагрузка гораздо больше. На грудничок. И это хорошо. 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 Пока отдыхаем, готовлюсь к следующему упражнению, а именно жиму лёжа. Поставил в доску, готовлю штенгу. Так. Заключительный подход, четвёртый, наджимание. Хорошо. Хорошо. Стало это упражнение гораздо легче делать. Надо уже будет прибавить. Собственно, весом раз по 10-12. А с отягощением, наверное, нужно делать раз по 8. Итак, жим лёжа. Жим лёжа, как бы сказать, для меня упражнение. С одной стороны, вроде бы я тут как бы слабоват. Вот приседания у меня шли гораздо лучше. По причине того, что вообще-то я приседания любил больше. Вот. В данном случае, что ещё получается? Почему ещё жим лёжа не получается так, как хотелось бы? Всё дело в суставах ограничивает плечо. Поэтому мне приходится делать амплитуду неполную. Потому что полная, больше работает плечевой сустав. И начинает его маленькие веса ещё нормально. А большие веса начинают его разламывать. И в итоге толку никакого. Поэтому я стал делать амплитуду поменьше. Акцент на нажимании. Первый разминочный вес 40 кг. Ну, видите, жмём без всяких тут ярких. Вдох, вновь, вновь. Вдох, вновь. Вдох, вновь. Второй подходик. Важно, зачем нужны вообще разминочные упражнения. Важно еще почувствовать движение. Новое сейчас движение. То я отжимался. А это я жму лежа. Это совершенно иное движение. Совершенно по-иному работают суставы, мышцы. Поэтому в это движение надо, как бы сказать, встроиться, влиться. Прочувствовать его. Также большое количество батареи, чтобы все это стало на свои места, проработалось. И вот интересная вещь. Вот когда я начал жать не полную амплитуду, а вот этот в основном дожим, я прочувствовал, вот когда вес идет, и он как бы, знаете, как пружина, только раз, уперся, сжался, вот до своего предела. И дальше такое, опа, пошло дожимание. То есть вот этот дожимающий момент. Также надо прочувствовать эти все фазы, как они работают. И как показывает практика, сжимы лежа, где чаще всего и больше всего у атлетов штана тормозится. На фазе дожимания. То есть остается буквально таки вот столько, чтобы дожать вес, а дожимать-то и нечем. Вот тут как раз отлично тренируется этот дожим. Тренируются вот эти вот мышцы, они уже, знаете, чувствуются мышцы. То есть в начале любое упражнение надо правильно делать. Когда ты научишься правильно делать, ты почувствуешь, какие мышцы работают. Почувствуешь, какие мышцы работают, начинаешь вот это движение накачивать. И... Десяточка пошла с полтосиком. Теперь уже я не прибавляю вес. И еще об одном секрете я рассказываю своим подписчикам и специально для Power Mafia. Вот... Знаете, интервалы между тренировками. Вот если заниматься ну, будем говорить, с небольшими интервалами, то как-то нету качественного восстановления, нету той свежести и легкости. Нахропа. Нету нахропа, понимаете, того, который возникает после того, как организм полностью восстановится. и еще немножечко времени пройдет, и он начинает тосковать. То есть, появляется избыток энергии. Вот... Важно и вот к этому подходить. И тогда у вас ну, бун, говорит, появится такая юношеская свежесть, азарт к подниманию весу. А если этого не будет, затягался и все. То есть, важно, значит, вот после хорошей нагрузки, как правило, организм восстанавливается через неделю, а то полторы. Но! Но это не значит, что вы ничего не должны делать. А вы в это время просто нагрузочку снижаете, снижаете интенсивность, то есть, грубо говоря, не 80 килограмм жмете, а жмете там 60 килограммов. Не полтора часа занимаетесь, а занимаетесь там, допустим, 45 минут. Вот. И потихонечку восстанавливаетесь, восстанавливаетесь. И вы только раз чувствуете, восстановились. Это, опять-таки, искусство, искусство тренинга с тяжестями. И я, как человек, 50 лет прокачавшийся, для здоровья в основном уже, кое-что в этом, в этом понял. 60 килогерц. На одном дыхании. Кстати, на одном дыхании. Вот когда жмете вес особенно, там и приседаете. Сделали такой средний где-то вдох, небольшой, средний. Может быть, чуть больше среднего. В результате вы взяли энергию, прану. И вот эта вот прана позволяет вам давить. То есть мы, в конце концов, это одна из тайн тренировок, особенно силовых. Мы с вами оттачиваем механизм набора энергии и возможность ее выстрелить. Понимаете? и как раз, как раз, что касается праны, это дыхание, это воздух. И вот, когда мы делаем такой вдох, мы с вами дарим мощно. Как только сделали выдох во время того же упражнения, то есть 4 раза пожали, потом сделали выдох, как бы сказать, вдохнули и опять жаль. А уже чувствуете, не то, вот не то. Сразу меньше давления, меньше сил. Вот он интересный феномен, который, который важно самому себе объяснить. Я люблю смотреть про знаменитости наши качковые, пауэрлифтеров. И вот там как раз разговор был Сарычева и Бьерна. Сарычева спрашивала у Бьерна, говорит, Бьерна, вот мне легче, когда я сделаю вдох и на одном вдохе не выдыхая, давлю там два-три раза. Мне легче так. И Бьерна, им не легче так. То есть, вот он феномен, почему легче? Потому что вы набрали энергию, бумаги, и не выпускаете ее. Оно у вас там как бы как прессовалось и джи-джи-джи-джи дали. А когда вы выдохнули, потом вдохнули, того эффекта не получается. То есть, я здесь вам раскрываю массу различных фишек, секретов, которые удалось мне там за свою, так сказать, жизнь в этом деле познать. Причем, знаете, конечно, 70 килограмм, но это не вес. Это не вес. Это не вес. Это так. Вот. Но так как я вспоминаю себя, и когда у меня буквально таки полгода, год назад эти суставы вообще не давали мне плечевые спать, а сейчас я делаю такие вещи, тоже. Тоже надо подойти. У некоторых начинаются проблемы с суставами. Все. Человек становится инвалидом. 70 килограмм. задавил. Ну-ка раззудись плечо, размахнись рука. как? 70 задавил. и вот на 70 я уже так сказать свое травмированное плечо едва-едва ощутим следующий вес 80 килограмм он уже даст гораздо большую нагрузку на связки и я посмотрю как что с этим делать и делать ли вообще для скептиков я считаю примерно так это народная штанга вот гриф и вот этот один блин 25 килограмм 25 килограмм вот этот вот блин он вроде как весит там наверно восемь с половиной или где-то семь с половиной килограмм то есть получается еще семь с половиной 25 и 15 40 килограмм и дальше идут петелики 4 петелика с каждой стороны 40 килограмм и 40 80 килограмм ну и посмотрим сейчас как я осилю этот вес сколько там у нас 39 итак еще что важно большие веса к ним требуется настрой не просто вот я там жму она строится еще то есть внутренне себя взвинтить если это удастся сделать иногда бывает так что вы больше вес жмете легче нежели предыдущий когда вы не настраивались я сейчас примерно попробую настроиться взвинтить себя представлю что я беру из окружающего пространства энергию и наполняю грудь плечи руки грудь плечи руки примерно так вот то есть образно волевой такой настрой идет посыл и опять здесь большую роль играет дыхание вдох медленный плавный и чувствуете что вы тянете силу раз выдыхаете и в руки опять вдох с пространство силу суда представляете что она какая-то светящаяся как бы нерве сюда да примерно настроились ну и погнали задавил задавил на десяточку 80 килогерц теперь после того как вы сейчас на пределе выдали можно сказать то на что вы способны важно успокоиться и скинуть нагрузку как бы расслабиться для этого я делаю так называемый заминочный подход то есть я сбрасываю вес сбросил я 15 килограмм сбросил я 15 килограмм и сейчас его пожму так сказать в охотку непринужденно только надо восстановить сердцебиение дыхание и за кочегарем и за кочегарем кочегара и так этим подходом я сейчас сбрасываю то напряжение которое у меня было после 80 килограмм что ж тело трусило может что там заметили вот я сейчас так сказать в легкую в охотку все это продавлю и жимовая цель рука живы уже будут закончены вот настроя не было и этот вес 65 килограмм сжался тяжелее нежели 70 так что я делаю еще тренировка к концу я делаю делаю я упражнение на живот упражнение на живот очень хитрая оно на блоке делается при этом происходит так что я прорабатывая живот умудряюсь растягивать всю спину в том числе поясницу вот этим вот упражнением смотрите вот 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 один подходик, видите как, поясничный отдел растягивается, что очень важно, то есть так подбирать упражнения, чтобы они вас тренировали и в то же время способствовали заживлению, восстановлению, особенно позвоночного столба и особенно поясницы, которая практически у каждого человека хоть раз в жизни доболела. Второй подходик. Ну и третий, это будет нормально для живота, нормальненько для живота. Взрывы. Концовка занятия, упражнение на живот я делаю, как вы видите, быстро. Крох и вперед, вес где-то здесь 40, это только блины, 44, 45, 46, где-то вес 47-48 на блоке. Тренировка закончена. Ну, теперь можно, так сказать, как говорится, посмотреть на себя, что ты там представляешь. То есть слегка увеличим, слегка увеличим сюда, нет, сюда надо будет становиться. Майка мокрая, пота. Ну вот, я приостанился в свои 65 лет, 104 килограмма. Мышцы, сало, шерсть, старая кожа. Вот такой вот я есть. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!